Музыка Итак, мужчины выходят на старт Что касается состава нашей эстафеты Опять-таки чувствуется уверенность российской команды Поставлен исключительно классический этап Каждый из ребят стоит на своем месте Андрей Каправов, как наиболее молодой, стоит первым этапом Потому что, как правило, самого юного и самого, нельзя сказать, что неопытного Но самого взрывного ставят первым Потому что на результат рассчитывать, пожалуй, не приходится Поэтому его ставят первым номером Иванусов, нельзя сказать, что это слабейший элемент нашей команды Но он имеет самый слабый результат, поэтому он идет вторым А дальше по нарастанию Денис Пиманков и Александр Попов Более классической эстафеты даже представить себе нельзя Что касается американцев, почти полная замена утренней эстафеты В то время как у нас лишь Александр Попов не плыл утром Американцы трех человек поменяли Плывет Скотт Такер, Нейл Волкер, Райан Вочемурука и Джейсон Лизак У французов то же самое Роман Барнье и Джульет Сикотт первыми двумя этапами Дальше, опять-таки, куда вынесет Четвертая дорожка Сборная России Андрей Копралов Иван Усов Денис Пиманков Александр Попов Рядом с нами сборная Соединенных Штатов Америки Скотт Такер Нейл Волкер Руян Вочемурука И Джейсон Лизак Серьезные соперники Владеющие Экс-рекордсмены мира Но очень серьезные соперники Сборная Германии В принципе, были годы, когда немцы выглядели посильнее Но и на сегодняшний день Это достойные соперники И, в принципе, при определенном стечении обстоятельств Способны отодвинуть команду России И подальше от победителей Поэтому нельзя их сбрасывать со счетов Сборная Канады на седьмом месте И действующие рекордсмены мира Австралийцы по дорожке номер восемь Но составчик у них Прямо скажем, не фонтан Эшли Калус Тодд Пайерсон Эдам Пайн И Ян Торп Ну, Ян Торп на последнем этапе Это, конечно, могло бы быть Палочкой-выручалочкой Но для этого сначала Три этапа нужно продержаться с лидерами Посмотрим, как австралийцы справятся с этой задачей Все, внимание, центру Четвертая и пятая дорожка Сборной России Сборная Соединенных Штатов Америки Андрей Капралов против Скотта Такера Скотт Такер Это олимпийский чемпион в эстафете Это чемпион мира в эстафете Но что касается Андрея Капралова Вот вы видели Старт проиграл Это, называется, нормальное явление Смотрим, что будет дальше По скорости Андрей Капралов превосходит Судя по всему Всех своих соперников В том числе и Скотта Такера Надеюсь, что на финиш Он будет выглядеть не хуже Первые 50 метров Уже отсюда видно Что Андрей развернется первым Так оно и есть По ногам он разворачивается 23.54 В принципе, на Кубке страны Он разворачивался быстрее Ну а Эшли Калус по первой дорожке От Австралии плывет еще быстрее 23.36 Но нас австралийцы интересуют В меньшей степени Все внимание противостоянию России Соединенных Штатов Америки В центре бассейна Иван Усов против Нейла Волкера Иван Усов ушел, по-моему Очень близко к файл-старту Но, на мой взгляд, было все чисто Капралов проплывает 29... 49-21 Неплохо, неплохо Тем более с таким стартом Хотя, для такой эстафеты Мог бы старт и немножко подтянуть Итак, Иван Усов, что называется, полетел 49.0 он утром плыл Будем надеяться, что вечером будет не хуже Развернулся первым Ну, держись, Ваня Первый раз он попал в сборную Первый раз выступает на чемпионате мира Да и вообще на крупном турнире Впервые в сборной страны И сразу в такой эстафете, что называется, сразу в пекло В любом случае, передаст эстафету Если даже не первым, то вторым Денис Тиманков Против Райна Тачамаку Тачамарка Неважно, Денис Тиманков здесь все-таки фаворит 48.1 он плыл утром И честно говоря, сейчас выглядит очень неплохо Выигрывает почти полкорпуса у американца Ну и в конце у нас Александр Попов Что-то попахивает золотом Только бы Денис сейчас не умер Явно упал темп у Дениса Ну, полетел, что называется Первые 50 метров Держись, Денис Чуть-чуть осталось 20... 15 метров дотянуть А дальше Саша все сделает Итак, Попов против Джейсона Лизака Саша уходит первый на дистанцию Ребята проигрывают секунду раскладочного времени рекорда мира Александр Попов на последнем пентапе за сборную России Выстопите 4 по 100 метров вольным стилем Никогда сборная СССР или России не выиграла ни чемпионаты мира, ни олимпийские игры Если сейчас это произойдет, это будет, пожалуй, одна из главных сенсаций Пожалуй, самых приятных 50 метров до финиша, Попов первый Корпус выигрывает он Лизака Я думаю, что уже все ясно Золото в наших руках Саша не отдаст его 25 метров до финиша Следим за временем рекорда мира 3 минуты 13,67 секунды Полкорпуса мы выиграем Лизак чуть-чуть догоняет Но Попов касается первым 3 минуты 14,06 секунды Еще раз говорю, до сегодняшнего дня Никогда сборная России не выигрывала чемпионаты мира и олимпийских игр Всегда мы проигрывали американцам И вот, наконец-таки, долгожданная победа Ребята много говорили о том, что у нас эстафета как никогда сильная Но, честно говоря, даже не верилось В то, что мы способны обыграть американцев И, пожалуй, этот психологический этап пройден Мы пробили эту стену Установлен рекорд Чемпионатов я боюсь даже Рекорд Европы Нужно немножечко Да, действительно, установлен еще и рекорд Европы Помимо рекорда чемпионатов 3,14,06 Ну и бессмысленно говорить, что это рекорд России До рекорда мира нам не хватило всего лишь пятидесятых Ну что ж, за год до чемпионата До олимпийских игр выиграть чемпионат мира В эстафете четыре по сто Честно говоря, об этом даже и не мечталось И вот, что называется, свершилось Я думаю, что мы не можем отказать себе в удовольствии Дождаться награждения сборной России Это произойдет, ну, буквально минут через пять-десять Можно еще раз повторить имена людей Которые стали не только рекордсменами Европы Чемпионами мира Андрей Капралов на первом этапе 49-21 Далее Иван Усов Далее Денис Пимонков И далее Александр Попов Мы опять-таки увидели косяк нашей сборной Как я и предупреждал В боевом составе Можем ожидать еще Крайне интересных семи дней В том числе и в исполнении сборной России Ну и Саша наконец-таки достиг цели Под конец своей карьеры Я думаю, что все-таки последний сезон Он выступает в плавании До олимпийских игр он дотянет А затем он уже Ну почти что сразу предупреждает, что я уйду И он под конец своей карьеры Достиг того, о чем он даже и не мечтал Он всегда хотел выиграть эстафеты Эстафеты либо четыре по сто Вольным стилем Либо четыре по сто комбинированную Было несколько шансов Был 92-й год, когда мы просто обязаны были выигрывать Олимпийские игры У нас было три варианта эстафеты, которые бы это сделал Но тактической ошибкой мы вторые Была Олимпиада 96-го года, когда мы просто обязаны были выигрывать Комбинированную эстафету Но один этап выпал, и мы вторые Далее мы откатились от пьедестала почета Долгое время мы не претендовали на награды на различных турнирах И вот вдруг неожиданно 2003 год, когда все чаще говорят о провале российского плавания Все чаще говорят о том, что команды не существует Что все плохо, а пловцы уже не дают медального плана И вот вам, нате, пожалуйста Исторический момент Эстафеты четыре по сто Впервые за 100-летнюю историю проведения Олимпийских игр И вообще турниров по плаванию Сборная России выигрывает этот самый престижный, наверное Элемент плавательной программы Ну и наша четверка на ваших глазах Продолжение следует...